Всем доброго утра. Вроде там не так жарко, как обычно. Даже был дождь. Я еду на работу. Быстро пролетели мои выходные. Но были они продуктивными. А я, кстати, по-моему, за выходные ни разу не сходил на турнир. Но зато отжимаюсь теперь утром и вечером. Но стараюсь. Я думаю, это полезно. Погода после дождя. В принципе, прекрасно. Даже чуть-чуть прохладно. Привычно после стольких жарких дней. Такая погода. Удивляет, как будто зима наступает. Уже приехал практически на работу. Погода кайф. Не жара. Отлично. Начал шорцы закидывать музыку. Подставлять точнее. Я думаю, так поприкольно. Почему нет? Монтировать, к сожалению, выпуск не успел. Но практически все шорцы на каналы закинул. Вообще, мне понравилась эта, так сказать, рутина. Но в этом что-то определенно есть. А также я чуть ближе к своим планам. И мне намного легче эмоционально и психологически. Сегодня нужно сделать обзор ремня для фотоаппаратов, который придет на Озон. Ну, сходить со продуктами. Выложить два влога. В общем, задач хватает. Попить кофе. Вчера хотел на ночь поесть, но потом не стал. Я ни разу, и вчера, и позавчера, ни разу не использовал штатив на улице. Хотя для этого он, в принципе, был приобретен. Но зато снимал на балконе. И в целом это тоже помогло мне. Плюс еще сделал обзор. Как бы все равно какой-то вот плюс от него, плюс, конечно, большого удовольствия я получу. День переводиться в мою бесячую обувь. Ох, чуть-чуть меньше размера. Но уже без стельки. Я хорошо вспоминал, что больше такую ошибку я не совершил. Дешел к такой мысли, что и работа, и, допустим, блогинг, вот этот вот, дота. Короче, требует определенной, определенной рутины, которую ты должен выполнять так или иначе. Через которую нужно пройти, чтобы, типа, были какие-то блага, ну или просто быть на плаву. Потому что я вот только с дотой начал там что-то расстраиваться, дополнить игру хотел. Раз-то мне прилетел донат 500 рублей, как бы, а это ничего себе. Это, считай, я 2-3 дня могу покушать. Купить скромненько. Так же работа, думаешь, расстраиваешься, расстраиваешься, там близко к сердцу воспринимаешь, раз там чаевые 500 рублей, то и 800, то, ну, то 200, 100. Тоже можно покушать, купить, как-то ближе идти к своим целям. Не знаю, сейчас меня, я сейчас доделаю дело. Станет намного психологически легче. Так, чувство выполненной мечты. Вот. Она не будет греть. Потом нас посмотрим, что дальше. Ну, дальше все понятно. Дальше техника. Локации, техника, все. Остальное мне, как бы, вообще безразлично. Такая погода, это как в Питере. Приятная. У меня был клиент уже с утра. Я выпил две кружки кофе. На самом деле. Кофе достаточно вкусный. И сейчас смонтирую видео. И пока иду в магазин. В принципе, настроение хорошее. На одного блогера, на котором подписан там по фотосъемке и видеосъемке, узнал, что у них есть еще англоязычный канал. То есть он дублирует, видно, этот продакшн еще на английском языке. Уже долгий-долгий год. В целом, очень вдохновился я CapCut. То, что там можно и делать превью. То есть это очень экономит время. Что немаловажно. Так, я, наверное, сперва пойду возьму. На озон. А потом уже после озона пойду туда. Дипси. Пришел этот держатель. Ремень. Видите? Piggy Tech. Или Piggy Tech. Вот так он выглядит. По-модному. Тоже другой совершенно уровень. Намного проще. Не бойтесь здесь вот болтаться. Вся эта история. Я в целом доволен. Буду делать распаковку. Так что сейчас я пока повременю со всей этой истории. Точнее, не повременю. Я сейчас доделаю дело. И как бы замыселся ютубом более основательно. И по выпускам. Я, тем более, дублирую все ВКонтакте. Сегодня еще посмотрел видос Артемия Лебедева. Тоже интересно. Так, шикарно. Взял лопатку. Она стоит 159 рублей. Все успела сделать. Успела еще смонтировать видос. Так что прекрасно. И вот, собственно, я сейчас доделаю дело. И там уже будет речь подходить к студии, так сказать, к локации. К локации и в этой локации, собственно, само оборудование. Там, на самом деле, даже вот это второе оборудование, все, что максимальный комплект, помещается в одну сумку. И то есть можно брать поездку. Это не так. Это вот комп. Да, он как бы хрен уместится. Он здоровый. Поэтому плюс ноут. И ноут как бы раз, положил поверху. Так что смотря от задач. Но сейчас самое главное просто не думать. Я, в принципе, все, что уж купил. То, что могло быть нужно. И больше сидеть в монтажке. Смотреть гайды. Делать обзоры по доте. На самом деле. Какие-то фрагменты. Ну и заняться просто собой, спортом, там, чтением. Такая история. На этом мне нужно два месяца. Это все. Через два месяца уже смотреть. Надеюсь, что через два месяца как раз я это делаю. Ну, нельзя ничего загадываться. Так что так. Все. Ну, я в целом доволен. Немножко непривычно, что ничего не надо. Без техники и прочее. Ну, с другой стороны, круто. Надо дождаться то, что я заказала. Сейчас буду снимать обзоры. Поем. Что-то круто. Запасная получается такая штука. На всякий случай. По-моему, она меньше. Или такая же. Да, такая же. Просто запасная. Очень удобно. Наклейка в комплекте. Функция как-то все делать. Все надевать. Я уже успела записать обзорчик. Сейчас попью чайку и буду готовить еду. Точнее, уже есть. Пил сегодня. Так, смотрите, как это потрясающе выглядит. Смотировал видео, уже загружаю. Собственно, и мне пришли бытовые вещи. Там носки, трусы на Валдберрис. Достаточно качественные. Я больше не беру носки. Вот эти вот супер-супер дешевые. Он забрал доставочку. Блин, вот курит когда. Но порой, когда я заходила в Валдберрис. Такое. Блин, как круто, что я не курю. Прям мне очень нравится. Особенно, сколько это денег экономится. Да и в целом, хоть запах этот. Да и вставать легче. Да. Молодец, что я перестал. Смотируется второй блок, собственно, который мне нужно загрузить. Я выпью кофе. Вот сижу, пью кофе. Настроение шикарное. Наконец-то, хоть не жара и погода тоже вполне приемлемая. Кайф. Да, вот этого не хватало. Тут тоже жара изматывает. Начинает организм как бы страдать. А тут... Я еще, может, сегодня побреюсь, если успею. Но на днях точно. Шикарно. Шикарно. Думаете, опять дилемма по поводу объективов. Начал спрашивать. Увидел свои видосы на Vittrex 24 мм. Начал спрашивать у всех блогеров. Мне надо сравнить, что лучше взять 17-28, 2,8, либо Vittrex 24-1,8, который у меня был. Один стоит, получается, 26 тысяч. Другой выйдет 50 от 50 до 70. Я вот не знаю. Мне жутко не нравилось, что промах фокуса был. Скорее всего, она там, ранее тоже он есть. Тамран темнее. Либо взять просто 11 мм Sony. И он 150 тысяч. Короче, целая дилемма. И все это надо сравнивать. Вот вам, пожалуйста, пища для обзоров. И опять же, я такой думаю, блин, я же решил. Типа это не сейчас. Мне просто интересно вообще. Я смотрю этих техно-блогеров. Вот сам. У него невольно стал техно-блогером где-то в какой-то веке. Вот, допустим, на этот вопрос нет ответа, да. Ну, типа, я думаю, что многим это интересно, особенно профессионалам. Ну, как бы, либо ты платишь 17-20, ну, типа, за 17-20-80 тысяч, да. Типа он закрывает тебе задачи на свадьбах, на каких-то там подсъемах архитектуры с того же стедика. Либо ты берешь, что вот этот 24, он как бы закрывает тебе говорящую голову. Я вот просто не понимаю. Но мне кажется, самое рациональное, что может быть, это 17-28 и 28-75. Два тамрана обойдется, это где-то 71, ну, где-то, ну, может, 60 или тоже 70. Другой. Ну, короче, 140-130 тысяч на две линзы. И все, и все, и все фокусные расстояния будут закрыты, так или иначе, кроме со всех маленьких. Типа, это никак не обойти, и любой сетап любого видока на две камеры, вот эти два объектива. Опять же, когда у тебя две камеры, это очень удобно, ты не меняешь объективы. Тебе не надо по 10 раз доставать, прикручивать и откручивать эти объективы, что полный геморр, типа, а я вот иду к тому, что мне нужно до 2, 2, собственно, такой сетап, чтобы он был универсальный, чтобы можно было и фоткать, и как бы там стояли линзы, чтобы не было кучи оборудования вокруг, типа, кучи всяких линз таких-таких-таких. Просто нажал кнопку, достал, пошел, пофоткал людей, да, нажал кнопку, поставил, с ним стримишь. Вот, в принципе, все, то есть полный функционал. И как бы это идеальный комплект, можно гнаться вечно за этой светосилой, но далеко ты не уйдешь, можно пытаться сэкономить, но ты потеряешь то, что получишь кучу гемора из этих 10 тысяч, ты получишь кучу гемора, что надо обновлять прошивку, что мне было витрекс, почему я, в принципе, его и продал, что он железный, он не очень удобный, с одной стороны, типа, ну, так смотришь по картинке, опять же, за те, сколько ты, 26 тысяч, я его купила, за 30-ок продал, или даже больше, ну, 30 точно его продал, он делал прям все нормально, то есть нормально, опять же, я не понимал, что эндофильтра нет. Короче, такая дилемма. Немножко нерационально тоже его брать, потому что он полный кадр, мне нужен накроп, но я рано или поздно уйду с кропа, типа, уйду на полный кадр, и будет у меня сетап Sony ZV E1 и A7C2, вот к этому я, в принципе, по-любому приду, рано или поздно тут все, как бы, упирается в деньги, типа, в деньги, в локацию больше, деньги-то пофиг, поэтому хозяин. Поэтому, конечно, это так, просто я не понимаю, почему такого нет сравнения вот в интернете, и у меня сразу дилемма взять ренту, у меня вот они блогеры там пишут, кто крупные там, надо сравнивать, типа, они не могут, но они отвечают, кстати, на комментарии спокойно, может видят, что у меня подписчики хз. Интересная эта вся история, ну, типа, если ты не сделаешь тест, ты никак не узнаешь, что лучше Vittrex, на одной и той же камеры у нас сравнивают, то есть на A7C он так будет все показать, на A6000 он мне показал так, может, он на ZV-шке будет вообще по-другому. Короче, тут такая дилемма, история, я думаю, что не надо гнаться, то это вот, видите, я тогда брал, типа, с учетом того, что я перейду на другую камеру, на A7-4 я хотел, а они резко подорожали, я просто тупо не купил камеру, как бы, и это стало бессмысленным. Так же у меня с этими, с видюхой, когда я заказывал, собирал комп, это вообще вечная тема, поэтому лучше просто покупать, вот лучше ты переплатишь, хотя ты, в принципе, не переплатишь, вот у тебя есть задача, ты покупаешь стекло, там фотик, вот ты захотел снимать, там, допустим, снимать какие-то заказы, там, не знаю, более крупный проект или что-то такое, тебе нужны вот фотики, хочешь выйти на полный кадр, и тебе нужен объектив и фотик, вот что бы взял, вот что взять, если ты хочешь снимать классные портреты, если ты хочешь, не знаю, какие-то шабашки снимать и все, это вот A7-C2 и 2875, дешевле тебе не обойдется, и это вот комплект, он где-то 210 тысяч, ты никак это просто не обойдешь, не сделаешь это дешевле, либо, если ты хочешь снимать под кино, заказ под кино, ты берешь, значит, ZV-E1, ZV-E1 и тот же 2875 и 1728, все, ты снимаешь кино, пожалуйста, просто лютейший продакшн, это единственный вот способ на камере как бы сэкономить, типа не купить A7-C3, потому что A7-C3 или там FX-3, они стоят 300 тысяч, стоят уже матрицы, но корпус, блядь, получше, там, две карты памяти, короче, такие нюансы и тонкости. Такое, думаю, ну, появится A7-C, тогда будет вообще резонно думать. Пока, вот вперед паровоза, ну, естественно, просто интересно, почему нет такого обзора, да, вот вам, пожалуйста, пища для ума и пища для контента, что какие делать обзоры. У меня, на самом деле, именно под обзоры достаточно, ну, много идей, так или иначе, там, куча органайзеров я этих обозрел, кому-то, я думаю, даже полезно. Ладно, я, наверное, начну с A7-C2, его 2875, опять же, можно и портреты поснимать, и крупные планы, и на улице, там, какой-то такой хайповый контент сделать, вот, в принципе, на стримах у меня будет эта Зевишка, Зеви-Е10, не Зеви-Е1, подчеркну, который у меня стоит, в принципе, и делает, так или иначе, контент. Может, я под нее поставлю 24 миллиметра, и пофиг, типа, не парясь, или там Сигму 30 миллиметров. Ой, этот Сигму 16 миллиметров 1.8, тоже хороший объектив. Либо 11 миллиметров этот... Ну, 11 миллиметров, не, это, на самом деле, маловато для меня. Да, у меня примерно по расстоянию где-то 20 миллиметров. 20 миллиметров, 20-24, вполне нормально, именно снимать говорящую голову, потому что, в принципе, я не снимаю широкий угол так, я не делаю заказы, поэтому зачем? Под мои задачи можно купить 22.8, но я думаю, что 22.8 будет хреново. Хотя это то же самое, что и линзы, это Тамран 17.28, потому что, видите, светосила такая же. Можно просто сэкономить, или там 60 тысяч, купить Витрекс 22.8, поставить на стримы и все забить. Либо отдать эти 26 на то стекло, которое у меня было и, в принципе, доводствоваться тем, что есть. Короче, это целая наука. Это прямо с ума сойдешь, в этой технике просто с ума сойдешь. Тонкостей очень много. Там каждый миллиметр под задачей накидывает. Сумма. Ну, вообще, самое логичное и самое рациональное, надо... Сперва берешь камеру, потом под эту камеру объектив. Все. Типа, перешел на полный кадр, покупаешь на полный кадр объектив. Это логично. Я это понимаю, но я думаю, блин, продавать, вот, типа, проще купить и оставить. Опять же, тут не совсем логично сравнивать, потому что он стоял на старой камере, на 6000. Ну, типа, объектив тупо не подходит под это. Он выдает не 24 миллиметра, а 35 миллиметров и фокус так сильно не ловит. Поэтому, как бы, нерациональный. Может, он вообще крутой. Хоза, я кучу обзоров посмотрела, кучу всякой истории. Будем смотреть. Сейчас самое главное мне надо доделать цель. Да и, в принципе, просто снимать и монтировать. Я смотрю, там картинка хорошая, классная. Сейчас Гелиос по 1000. Там Гелиос куплю себе за 2000, чтобы снимать кино, снимать кого-то. Что-то мне прям вдохновило снимать кого-то. Вот эти вот вставки делать. Может, это будет моей фишкой. А так, по поводу техники. Я уже давно все решила. Реально, если хочется к сетапу, я говорю, это вот 17.28, 28.75. 28.75 А7Ц2. Вот это идеально. Это идеальный комплект. Блин, дешевле не будет. Дешевле не будет вообще никак. Такая история. Ладно, я буду гречи, гречка есть уже. делал видосы разных блогеров. Короче, понял, что надо брать сперва камеру А7Ц2. И под нее реально 28.75 и стедик. Пожалуйста, и шабаш, делай, что хочешь. Все как бы идеально. А если мне на стримах и будет локация, как бы, я захочу улучшить как бы картинку, то можно просто реально взять Vittrex 24 миллиметра под это и забить. Либо Vittrex 24 миллиметра, либо 17.28. Просто забыть про эту историю. Короче, такая дилемма. Либо снимать на то, что есть с новым светом. То есть, под локацию взять свет просто. Там это 1013 и уже сориентироваться на месте. Как-то так. Ну, я знаю. Ведь в своей локации, в своей комнате я бы уже все это абсолютно понял, что к чему. А так мне, конечно, сложнее. Потому что я не могу так выставить свет, потому что надо отставить стол на полную. Да, как-то. Ну, не то. Такая целая наука, короче, это все. Это кофе. На самом деле, представляете, я так проникся этой мыслью. Вот этот шнурок мне так понравился. Я раньше это не мог оценить по достоинству. Просто, типа, вещь, какой-то шнурок для фотоаппарата. Он настолько прекрасно сделан и как бы он удобен в плане еще там технологии, пересечения вот этих всего. Вот этого всего. Я в жизни так не радовался от двух там потраченных тысяч, там, двух с половиной. Но вот ты прям берешь его в руки и понимаешь, что офигеть. Просто из-за того, что я в основном, ну, как бы обычный работяга, мне тяжело понимать какой-то комфорт, какой-то дизайн. И только со временем, возможно, это со временем просто люди понимают. И со временем ты начинаешь вот эту эстетику оценить, да, качество. Наверное, такая европейская тема, почему они там не парятся за цветастую хрень. Опять же, не везде. Но зато за практичность, как, допустим, это, как же фирма, фирма, достаточно известная в Москве, очень любит не эко, а может быть, эко, обуви и прочее. Только москвичи, наверное, носят такие истории. Потому что качество очень хорошее. Не знаю, как сейчас, но вот раньше можно было узнать себя по этой обуви в Москве, сейчас человек явно не из региона. То есть затрепанная внешне, да, но очень практичные вещи. По-моему, эко. Но не эко-рэп фирма, а это что-то на э похожее. Может, кто-то узнал и напишет. И так же и в этом. Казалось бы, да просто шнурок, но этот шнурок доставляет столько удовольствия. Но он прям качественно сделан. Я думаю, что когда я буду фоткать, он будет каждый раз приносить столько эмоций, как будто это, наверное, новая камера потрясающая. Я вот сперва жалел-жалел, а потом я безумно рада, что я не пожалел и потратил как бы на это удобство. Кайфанул только когда достаешь этого из коробки, он все запечатан. Также вот айпад, когда я покупал, помню, с этим рисующим. Порисовал какие-то заказы даже. Но это наслаждение. Просто достаешь. И вот телефон тоже. интересная тема. Выложил рилс, кстати, со своим голосом, голосом со своей озвучкой. Интересно. представить, приехал Magic Arm. Пойду его забирать. Так что еще одна потрясающая вещь, которую тоже не пожелал денег и купил достаточно качественно, потому что она на года. Да я на самом деле, знаете, просто убежден, что если я буду продолжать сейчас еще усилить свои знания в этом монтаже, вот этих пояснений истории своими словами, что это может ну просто в огромное какое-то движение произойти. Опять же, если я буду заниматься чем-то интересным, ну в плане каким-то бизнесом, мне же нужно это все показывать, а я могу это делать, потому что навыки в съемке это полезная вещь, навыки пояснений какой-то истории. То есть сейчас все на этом на самом деле построено от салонной сферы. Сейчас там спрашивали там, а может подснять и еще что-то до, не знаю, до там любителей книг, продажи товаров, недвижимости и прочее, не знаю, артистов, художников и прочее. Так что так не знаю, я прям вдохновлен этой всей истории. Пришел Magic Arm обалдеть, мечта сбылась. Он, кстати, увесистый, прочный. Конечно, это очень здорово, сейчас буду делать распаковку, еще нужно смонтировать то, что я сделал, одну распаковку, и сегодня видел прикольный этот, ну, рилс, там какие-то шмотки. Мне захотелось снимать для какого-либо магазина, может, шоурума, что-то подснять на камеру и пытаться смонтировать тягу, снимать людей какая-то. Пришла доставочка, еще одна, в этот раз с Алиэкспресса, быстросъемные панели Юланзи. Я сделаю обзор, как приду, это уже третий обзор за сегодня, на самом деле. Ну, вот этот первый обзор с ремнем для фотоаппарата вышло, кстати, неплохо, только, единственное, звук я ставила там на минимум, фоновый, но все равно достаточно громко вышло. Хотя я поставил там на 4% буквально. Сейчас вот заберу сетилинки, тут сетилинк, доставку с Алиэкспресс. Так, погнали. Ну, хорошо, на самом деле. Сейчас буду делать распаковку. Забрал посыл, как вы уже поняли, сейчас буду распаковывать, интересно, что там. Ну, вот они все три, собственно, детальки от Юланзи. Юланзи Клейф. Обошлись они мне в 3 тысячи рублей. Такой обзор получился, ставьте лайк, подписывайтесь, рад, если кому-то это пригодилось или помогло. Увидимся в следующем ролике. Спасибо. Фотограф который я смотрю с флогами, там Полина Вашингтон, оказалось, что у нее не так все просто и не все лучезарно. Оказывается, там ипотека, не такая уж богатая семья, то есть она приехала в Питер, ипотека, ребенок, как бы куча жести, просто упорство, творчество на протяжении 12 лет и как бы не все так было сладко и лучезарно. Я вот сейчас смотрю интервью и даже офигел, я думал, что типа откуда лейка там за миллион рублей, думал, что все круто и все потрясающе, а на самом деле не все так реально просто и любой труд, любая какая-то известность, она в принципе, ну, через многое приходится пройти. Далекисты рублей чаевых и буквально еще одна стрижка и уже надо отправляться домой, как быстро летит время. Я сегодня три обзора снял, это просто кайф. Чайку сейчас попью. Надо меньше пить кофе, больше пить чай и воду. Воду мне очень не хочется пить, редко ее пью. В туалет постоянно хочется такое. Загружаю обзоры на канал, уже последний обзор, вот этот Юланзи, очень хорошая штука, мне понравилась в быту, интересно, как она, мне кажется, это вообще не было. фух, рад, доволен. Блин, еще три сотни чаевых, кайф, просто счастье. Дальше надо потихонечку собираться, сидеться и закругляться. Настроение хорошее, мне, кстати, там понаписали типа по поводу какие камеры, какие объективы, этот контент слабый, там разговорный, тебе надо тему. Суть в том, что это есть моя тема, я как бы живу в определенном ритме, работаю 5-2, как бы я не могу, я не бездельничаю, типа придумываю какие-то темы, как блогеры ходят, они этим живут. Если бы я работал чисто блогером, то да, вот так. Мои темы какие-то Дота 2, обзоры, которые я делаю, что, книжку читаю, спорт и влоги. Этих тем мне овер как достаточно, я даже другие игры не могу. Плюс я иногда там про технику, ну вот с обзорами. у меня хватает тем более, чем. Ну это, видите, это сразу понятно, что человек не шарит за это все. А по поводу объективов, ну если хочется душе, как бы, и понимаешь, я просто говорил это во блогах, что упирается многое в локацию. Была бы локация, я бы, конечно, уже бы взял и как бы из двух камер все это писал, делал бы качественное, качественнее, интереснее. Ну пока я тоже доволен то, что есть. Ну я забанил этого пользователя, ибо я не воспринимаю критику, да и в целом она мне не нужна. Поблементно, это времени. Я вот делаю свой стилёчек и буду продолжать. А потом, как появится, если больше времени, я, может, ещё буду экспериментировать. Ну мне это сейчас особо не нужно, потому что я вот нашёл именно то, что мне нравится, и я хочу очень, типа, накладывать голос на какие-то футажи, которые я подснял. Я думаю, тем там овер как много. Так что, такие дела. Не верится даже. Пришёл этот Magic Arm, пришли специальные вот эти подставки на камеру, какие они удобны. Да. Мне, кстати, осталось ещё 4 дня поработать и выходные. Как быстро летит время. Вот о чём я задумываюсь. Оказывается, я смотрел какой-то канал программиста, случайно, там девочка и парень программисты, и сейчас я наткнулся тоже на них, когда искал по поводу объектива. у меня как бы я не могу понять просто 20-40 тамра или 17-28 тамра. Что лучше фунт эмилия? но складывается впечатление, что именно для влогов я её так и не буду использовать на ближайшее время точно, поэтому можно просто забить и всё-таки рационально смотреть на то, что ты снимаешь, а не в идеале, там какие-то гипер-пупер-блогеры и прочее. и контент и два дня. Два дня это не так много, чтобы и монтировать кучу материала, ещё помонтировать влоги и ещё придумывать темы. Ну, типа, вы чё, два дня, которые тебе даны собственно на быт, как бы постирать вещи, хоть как-то отдохнуть и собственно материал просто гигабайт материал, 100 гигабайт у меня вперёд материал. То есть я вот эти видосы выкладывал, а они уже сняты месяц назад, чтобы вы понимали. Вот как-то так, вот тебе и вся тема. У меня всё нужно время, но можно уделить время стримов, отобрать, меньше стримить, больше монтировать. А так не знаю, мне нравится то, что я делаю сейчас. Сейчас доделаю дело, потом если появится локация, это будет огромный буст. Там уже можно задуматься о чём-то серьёзном. Кто его знает. Это просто усилить моё творчество оверкак. Ну, это логично, когда у тебя есть место, куда поставить свет, где разместить камеры, куда поставить комп. Дело-то не в тратах, дело в локации. Как бы о локации спешить нет смысла, потому что можно так в принципе приятно и с полезным соблюдать, потому что сейчас я оверкак дешево плачу, ну и типа всё идёт своим чередом, я ещё могу делать контент, поэтому поэтому я этому безумно благодарен. Короче, такая тема. Тут целая эта фишка. А так понятно в своей локации или квартире, но она затратна, чтобы поставить прям. Я поставил стол в центре зала, какой-то, не знаю, типа спалят диван или просто на полу так же спал. И вокруг стола свет. И всё. Надо начать с малого. Надо режим читать, прокачиваться. Но я доволен. Сейчас то, что происходит, куда я иду, мне очень нравится. И круто, что нет вредных рючек. Всё-таки сконцентрирую своё внимание на деле. А потом уже подумаем по поводу технической стороны, грубо говоря, бизнеса этого же медиа. Потому что я так и не начал снимать людей. Вот это, конечно, большой минус. Хотя нужно снимать людей и много снимать. Причём постоянно. А так как бы это влияет на продвижение. Ну что, ребяточки, пока я ехал в метро, я такой думаю, блин, а что мне даст окей? Представим ситуацию, что я покупаю эту камеру, там рано 2875, что мне даст? Я не снимаю людей. Ничего. Я вот в такой локации как бы. И у меня нет так большой локации своего пространства. Два дня в неделю выходные. То есть она будет просто лежать на стриме использует. Камера за 200к. Короче, кринж. И два подписчика будут смотреть. То есть я понял, что она мне пока не нужна. также в материале еще заровешься. Короче, такая история. Всегда надо понимать, вот представить, что ты ее купил. Купил и чего? То есть для удобства я взяла нюансы, фишки. А вот дальше это уже немножко нерационально. Просто я все взвесил и понял, что она мне даст. Она мне ничего не даст именно сейчас. То есть на данном этапе жизни как я снимаю контент. Я же не блогер какой-то там, где-то там, понимаете. Все упрется опять в локации. И я такой эврика, блин. То есть хорошо, что у тебя этого нет. Я просто вот покупала эту камеру, чтобы снимать людей, а я снимаю стрит. Я стрит мог им телефон снимать. И эта половина стрита как бы не пиар ничего, как бы его тяжело разрекламировать. То есть я фактически снимаю для себя. Единственное, что я начала использовать ее на стримах. И то спустя месяц. Эту камеру. А супер пупер дорогую. Для чего? Для эго? я понимаю, что у меня нет задачи на такой контент. Стейдик. Окей, я там писал в списке. Стейдик. Что снимать на стейдик? Кого, если я не начал снимать проекты, не начал снимать людей? Я такой, а, понятно. Просто понасмотрелся и захотелось. Я давно хотела. Короче, я так рад, что я ничего не взял, ничего не купил. А я так рад, что взял мелочевку, которую сейчас я расставлю, которая мне даст возможность снимать контент на то, что у меня есть. Расставить явно важные вещи. Вот этот шнур убрать тут. Теперь она должна сэкономить в принципе время, чтобы снимать эту всю штуку с штативом. В принципе, это очень легко делается. И вот сюда как бы крепится. Ускоряет процесс, не надо крутить вокруг камеры, то есть пока скрутишь. Все. Раз, она прикреплена. Хочет туда поставить актив. То есть на любую, хочет на стедик, на любую платформу, так сказать. Было реально важно. Причем я раньше не задумывался про вот эту штуку. А теперь сейчас я все это поставлю. Вот так в принципе будет выглядеть камера. это вот дало. А там 28-75 или там А7C2 ничего мне абсолютно не даст. Потому что я не могу развернуть. Ну типа пространство нужно. липится Маджикарм. Теперь я могу сверху снимать пожалуйста. Сторисы, не сторисы. Вот это мне реально помогло. Еще бы такую штуку на Маджикарм. Походу придется заказать. Вот это важно. Благо они не так долго идут и пригодятся. Но вот это уже разговор. А какой-нибудь Тамран 28-75 и прочее тоже фигня изыски. Это действительно важно. И собственно когда приедет нормальный свет большой октобокс я смогу вот эту лампу потому что она здесь в принципе не нужна будет поставить сверху и снимать сверху на фоне компа. Что вдвойне удобно что вдвойне интересно. Но мне нужны вот такие штуки. На этот штатив я оставлю. На стедик нужен и на штатив новой рельсы которая будет верхней. Вот это важно. А какой-нибудь авар там АСМЦ это все кринж. Это все абсолютно бессмысленная техника. Я вот до меня сейчас доперла потому что я так и не начал снимать людей. снимаю себя. Чтобы снимать себя мне должно быть все удобно мобильно чтоб я не срывал лишний раз резьбу и не портил технику. Все должно очень быстро и классно работать. Почему у меня всего две кстати? Не трили? Две я по-моему не понимаю эти ремни которые не нужны которые мешались постоянно я вешаю нормальный качественный ремень все вот это реально важно и пока ты до этого допрешь тысячу вещей купишь на самом деле тысячу блогеров об этом же говорят ну типа тут надо понимать четко задачу которая у тебе есть сейчас типа хочу вот это асим цена у меня задачи нет я еще не начал снимать людей я еще не использую как хотел бы на сто процентов эту камеру и от этого надо отталкиваться а не от того что ты захотел асим цетам несколько лет хочешь короче такая история интересная теперь на камере вот такая штучка и все а это ремень имба имба она того стоила реально две с половиной тысячи стоил того чтобы упростить задачу лишний раз не испортить экран или еще что-то сделать да вот это уже удобство блин я гений просто гений почему я не думала о мелочах раньше коммутации лишние я сейчас собрал лишний вот этот провод который не нужен вот мой провод если я пошел снимать и вот к чему он крепится он выдержит 90 килограмм то есть это имба шнуров вот этот шнуров выдержит 90 килограмм поэтому у нас стоит столько типа просто одна кнопка и все я спокойно снял спокойно пользуюсь техникой то есть имба даже одной камерой можно обойтись то что постоянно мне не хватало ну типа чтоб не вытаскивать постоянно камеру вот это откручивать вокруг своей веси это было очень сложно а сейчас это просто с кнопки делается раз нажала все сейчас еще приедет пульт и можно будет с кнопки делать запись что немаловажно конечно я задумался сейчас о 24 миллиметрах попробовать тот объектив который у меня было раньше интересно видите это 35 миллиметров то что выдавал тогда витрекс 24 миллиметров на кропе он выдавал 35 вот это волшебная картинка несмотря на торчащую дверь как бы было бы просто потрясающе и так потрясающе вот это то что мне нужно имба имба и смотрите как аккуратно и эстетично смотрится этот комплект просто блин ну вот эта эстетика это как Apple знаете имба просто имба я так доволен в жизни бы не подумала что можно так кайфануть просто от мелочей казалось бы код шнурка вот пожалуйста сколько всех проводов ушло или вот этой штуки да это стоит денег потому что это качественные продукты но блин они того стоят реально я раньше не понимала G-Car который я как бы не сэкономил и он выдержит любую камеру хоть Ред сюда вешай куда угодно вешай просто кайф это имба задрипанный шкаф сломается чем эта хрень ребята надо покушаться и спать ложится блин вот эти штучки крепежи конечно имба надо еще заказать шкаф Продолжение следует...